Всем привет, у микрофона Веля, и вы смотрите новостной выпуск Чё по станку. С этого момента у нас Чё по станку теперь это подкаст, отдельный формат, и отдельный формат новостной, где мы с вами будем обсуждать самые интересные новости Stand of 2 за прошедшую неделю. Ну что, подписка, лайк, комментарий, а мы погнали. Разработчики поделились планами на будущее обновление. Разработчики выпустили полноценный большой видос, где Женя, один из команды Axelbolt, рассказал нам про все будущие нововведения, ответил на все вопросы комьюнити, и на самом деле новость довольно-таки большая, поэтому давайте по порядку. Нас ждет полноценное обучение для новых игроков. Процесс обучения будет происходить на полигоне. Отлично, процесс обучения, это всегда хорошо. Почему? Потому что Stand of 2 у нас скиллозависимая игра, собственно, без автонаводок, без автоприцеливания, автострельбы, и довольно-таки порог вхождения в нашу с вами любимую игру очень велик, поэтому есть огромное количество новых игроков, которые попросту не могут понять, зачем нужна левая стрельба, зачем нужна правая стрельба, прыжок по двойному нажатию, зачем это и так далее. Полигон вполне упрощает вхождение игроков в Stand of 2, но все-таки полноценный туториал нам нужен. Новые рамки, реворк, бандлов. Уже как давно в нашу игру добавили рамки. Рамки можно лутать за уровни, и в свое время рамки можно было лутать с бандлов. У нас был Galaxy Bundle, где за определенный уровень ты мог тоже получить интересную рамку. И как-то на этот момент разработчики забили на эти рамки, хотя функционал очень довольно интересный и разбавляет твой профиль. То есть помимо того, что ты можешь поставить аватарку, ты ставишь еще и классную рамку. И ждем однозначно. У нас есть Starter Pack, который прошел, Starter Pass. И мы ждем Commander Pass. Вот как раз-таки в Commander Pass'е ожидаются новые классные рамки. Ну и побольше бандлов, пожалуйста, потому что очень интересное нововведение. И тоже опять же подзабили. Разработчики не забиваем на новые функции. Новые настройки для кастомных лобби. Вот этого нам действительно не хватало. Да, кастомное лобби — это отличная вещь. И она довольно-таки расширяет функционал Stand Off 2. Да, ты можешь играть помимо каких-то закрытых игр со своими друзьями. Можешь также еще сделать ускоренный бег. Можешь сделать высокие прыжки. Там нафигарить здоровье, брони и так далее. И нужно решать функционал. Тем более, когда у нас вышел хэллоуинское обновление 0.31.0. И там был такой интересный режим, как Кошмар. Там помимо всего есть очень много модификаторов. Таких, как, допустим, туман или магнитное поле, которое сужается. Либо беги, стреляй, либо умрешь. Короче, все эти вещи обязательно нужно вводить в кастомки. Чтобы мы, как креаторы и как игроки, в общем, все смогли разбавлять, так сказать, наши игровые будни в Stand Off 2. Поэтому ждем расширения функционала. Это достаточно интересное нововведение, которое просто раскрасит наши будни. Больше спойлеров к новым обновлениям. Пасхалки от разработчиков. Здесь я немножечко не понимаю, о каких спойлерах идет речь. Потому что на самом деле разработчики про все свои обновления выпускают кучу роликов. И на самом деле у нас сколько там трейлер с обновлением, ролик с батлпасом, ролик с картами. И про какие именно пасхалки идет речь, непонятно. Хотя, скорее всего, разработчики имели в виду, что они добавят какие-то, может быть, картинки, либо какие-то видеоматериалы в социальных сетях, где мы будем это все дело смотреть и обсуждать вместе с вами. Конечно, хотелось бы больше всяких различных пасхалок, а тем более пасхалок на подумать. Я вот недавно рассуждал о том, что да, нам действительно не хватает прям сложных пасхалок, где нужно сидеть и думать. Потому что разработчики все нам предоставляют на блюдечке. Вот, вспомните, наверное, алды стендового сейчас сплакнут, но джампер с его, так сказать, загадкой, как цикад, вот, где ты, какие-то двоичные кода, как-то вот это вот все. В общем, это было очень интересно, я сейчас об этом, ошибка, не хочу объяснять, но это было очень интересно. И все комьюнити стендов 2 об этом говорило. А разработчики просто все на блюдечке нам показывают. Смотрите, вот, собственно, вот пазлы, мы добавим пазлы, да, допустим, как это было с неймлис-фрагментами. Нужно подумать, нужно всем комьюнити пытаться разгадывать загадки, и это очень интересная активность. Функции обмена скинами, трейды не планируются. Черный день для всего комьюнити стендов 2. Разработчики официально заявили, что они будут добавлять в игру трейды, обмен скинами, те самые обмен скинами, о которых мы так давно грезим вместе с вами. И, с одной стороны, разработчики еще в 19-м году в своей большой статье заявляли о том, что они планируют трейды, планируют трейды в ближайшее время, и даже показывали концепт интерфейса, как будут выглядеть трейды в самой игре. Но вот незадача. Сейчас разработчики заявляют совершенно другое, что трейды не планируются в игре стендов 2. Здесь можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, трейды — это офигенная, крутая возможность игрокам обмениваться скинами напрямую, и так же, как и нам, блогерам, радовать вас какими-то скинчиками, прямо напрямую передавать вам на ваш игровой аккаунт. Но, с другой стороны, мы не забываем, что стендов 2, наверное, одна из лидирующих игр по количеству мошенничества, понимаете? Потому что, собственно, мошенников у нас огромное количество. Очень много ребят прямо сейчас даже теряют свои инвентари и даже аккаунты стендов 2, потому что доверяют всяким различным незнакомцам в интернете. А теперь представьте, если у нас будет функция обмена скинами, какие всякие различные идеи будут у мошенников. Допустим, дай мне нож, я тебе дам два ножа. Или, вот, я ухожу из игры, давай, типа, обменяемся, я вот сейчас поиграю и все тебе верну. Но это будет просто жесть, поэтому, ну ладно, что, ну не будет обмена скинами. Зато у нас есть очень много другого функционала. Аренда скинов, у нас есть промокоды, множество других интересных фишечек. ПК-версия стендов 2 не планируется. С одной стороны, это понятно, потому что стендов 2 это мобильная игра, и все там заточено под мобилочки. С другой стороны, блин, вот у меня есть ПК-билд, у многих креаторов есть ПК-билд, и стендов 2 на ПК действительно очень бодро и очень хорошо играется. И на самом деле, действительно, в голове была мысль, блин, если стендов 2 на ПК так хорошо играется, почему бы не сделать отдельную версию на персональные компьютеры, да, собственно, релизнуть ее где-нибудь в Стиме или в ВК-плее, например, и просто радоваться жизнью, что ты играешь на ПК, потом пошел там, я не знаю, поехал в школу на автобусе, порубился еще и с телефона, и вообще счастье и радость у игроков стендов 2. Но с другой стороны, действительно, разработчикам бы потягивать версию и обновлять версию мобильную. Теперь представьте, что если вдруг у разработчиков будет целые две версии, это мобильная и ПК, и что там нужны фиксы и баги, что там нужны фиксы и баги. Как говорится, X2 больше работает. Тем более, да, я более чем согласен со разработчиком, потому что стендов 2 все-таки, ну, она мобильная, и все, весь мувмент, вся стрельба, абсолютно все нацелено на то, чтобы играть на экране пальчиками, вот. Но все-таки стендов 2 очень хорошо играется на ПК, поэтому разработчики, подумайте, пожалуйста, возможно, вы релизните когда-нибудь эту игру на ПК. Королевская битва в стендов 2 планируется в будущем, но разработчики думают над оптимизацией этого режима. Новость полная фуфло, как и Королевская битва в стендов 2 нам абсолютно не нужна. И я сейчас, ну, объясню почему. Что такое Королевская битва? Это когда на одну большую карту высаживаются 100 человек и побеждает, ну, один выживший. А теперь представь, что нужно сделать с игрой, чтобы сделать, ну, большую карту, высадить 100 человек, как это будет реализовано в самой игре, как это будет влиять на оптимизацию и на ваши довольно слабенькие устройства. А давайте мы не будем кривить душой, у большинства игроков стендов 2 довольно слабенькие, бюджетненькие устройства. Разработчики думают над оптимизацией режима. Окей, можно оптимизировать, допустим, что на маленькую карту высаживаются 10 игроков, или там, не знаю, 15 игроков, но это, извините меня, не Королевская битва. Это, собственно, какая-то копирка, это какая-то пародия на Королевскую битву. Все-таки батл-рояли так называемые почему стали популярны? Потому что большая карта, потому что много игроков, и в этом и есть цимис, и в этом есть интерес. Урезай, не урезай, это уже не Королевская битва. Движок игры не планируют менять, но разработчики активно переписывают сетевую составляющую игры. И я не понимаю, откуда у комьюнити такая мысль о том, что в игре нужно менять движок? Почему такая неприязнь к юнити, и почему все слюнями обмазываются на Unreal Engine? Вот для меня это действительно непонятно. Stand of 2 написано на юнити. Юнити — великолепный движок для мобильных игр. На юнити можно написать все, что угодно. И давайте так, игра Rust написана на юнити, Escape from Tarkov написана на юнити. Но разве это плохие игры? Разве там нет какого-то функционала, который должен быть? Нет, все есть. И я помню, что буквально год назад, когда нам, или сколько уже, полтора года прошло, когда добавляли коктейль Молотова. Я помню, когда все комьюнити говорило, что коктейль Молотова нельзя добавить из-за того, что игра Stand of 2 написана на движке юнити. Мол, юнити не поддерживает огонь. Юнити не поддерживает такой функционал. Но, черт возьми, юнити поддерживает абсолютно все, и это великолепный движок. И его менять, ну, ни в коем случае не надо. Потому что, опять же, юнити суперстабильный на мобильных устройствах. Stand of 2 — это мобильная игра. Вы можете сколько угодно смотреть на Unreal, но Unreal — это все-таки движок в большей степени для крупных ПК-игр. Вот. А то, что разработчики переписывают сетевую архитектуру, давно пора, потому что нам нужно больше стабильности в игре, чтобы была регистрация урона, чтобы не было никаких телепортов и так далее. Поэтому, разработчики, вперед переписывать сетевую архитектуру. Не слушайте этих идиотов, которые просят о какой-то смене движка. Это все полное фуфло. Работайте на юнити. Юнити класс. Старый худ не вернется. Все. Хорошо, да? Игра переживет всех. Стало известно число активных пользователей в Stand of 2. И это число очень огромное. Действительно, нашу игру в Stand of 2 играет огромное количество игроков. И, опять же, если верить данной новости, число активных пользователей в Stand of 2 насчитывает 300 миллионов человек. Это те люди, которые время от времени заходят в игру. Хотя бы раз в неделю заходят в игру, они уже как активные пользователи. Я не понимаю по поводу тряски комьюнити из-за того, что у нас игра якобы умирает. Что игроки якобы уходят из Stand of 2. Как по мне, игра цветет и пахнет. Разработчики развивают игру. Приходит новая аудитория. И мы все с вами смотрим, обозреваем и играем в новое обновление. Радуемся жизни. Новость. Владимир Путин ускорил YouTube в восклицательный знак. Сегодня все телеграм-каналы начали постить новость о том, что Владимиру Путину доложили, что замедление YouTube неэффективно, поскольку полноценных аналогов платформы нет. В общем, Владимиру Путину донесли о том, что замедление видеохостинга YouTube неэффективно. Все равно огромное количество пользователей пользуются этой видеоплощадкой, смотрят видосики с помощью каких-то обходных, с помощью путей обходных, всяких различных, на самом деле которых огромное количество. Да, у нас есть аналоги по типу ВК-видео, Рутюб, Нум. Скоро у нас релизнется платформа. Что я могу сказать? Эти аналоги, они действительно неконкурентно способны на данный момент. Да, на них можно смотреть видосики, можно загружать видосики, создавать каналы, где-то даже есть монетизация, но все равно какую-то конкурентно способность они не могут предъявить перед YouTube. И YouTube как пользуются, так и будут пользоваться. Поэтому поживем, видим, что будет с YouTube в России в будущем. В Commander Pass будут рамки разной редкости. И тут, на самом деле, ой, сюрприз, ой, сюрприз, у нас будут рарные, эпические, легендарные, аркановые и даже статрек рамки. Очень хорошая новость, потому что, как я и говорил в этом выпуске, рамки у нас есть, но почему-то рамками не занимаются. Круто, нам вводят новые рамки, ждем Commander Pass. И было бы интересно посмотреть, что это за рарные рамки, эпические рамки, легендарные, аркановые, как они будут отличаться, и статрековские рамки. Тоже хотелось бы посмотреть. Ну что, ждем обнову. У Stand of 2 появился секретный канал. Stand of 2 Headshot Club. Это канал с лайфхаками, раскидками от самих разработчиков. Ролики переведены на русские, английские и португальские языки. Новый канал, это всегда круто. Разработчики тестят себя в разных форматах. Вот, создали новый канал, где всякие будут у нас выходить раскидки, всякие челленджи и так далее. Но как эти ролики выглядят, это все кромешный ужас. Все там сгенерировано через нейронку, озвучено через нейронку, и это ужас. Даже на русском языке все сгенерировано через нейронку. Разработчики, я понимаю, что вы оформили подписку на нейросети, но, пожалуйста, не злоупотребляйте этим. Идея крутая, реализация полное говно. 0.31.2 уже скоро. Тестеры были замечены на версии 0.31.2. Супер! У нас патчи за патчами, всякие микропатчи с фиксами, и выходят даже большие патчи, которые что-то нам и добавляют. 0.31.2 тестируют, классно. В нем мы как раз-таки будем ожидать осмотра гранат, потому что осмотр бамбы завезли, а осмотра гранат не завезли. Также еще, конечно, было бы круто, если в 0.31.2 выйдет у нас как раз-таки долгожданный Commander Pass. Разработчик замечен на версии 0.32.0. Приближается Новый год. Новый год действительно приближается, и помимо того, что разработчики тестируют 0.31.2, также еще тестируют попутно и 0.32.0, потому что у нас почти уже скоро декабрь, уже скоро там предновогодняя пора, и, конечно, нужно уже подготавливать новогоднее обновление. Круто, что разработчики прямо сейчас этим занимаются, ведь мы хотим релиз обновления вовремя и без багов. Поэтому желаю разработчикам удачи. Факт дня. 2021 год был золотым в эпохе Standoff 2. Действительно, 2021 год был золотым в эпохе Standoff 2. Потом у нас, конечно же, грянуло огромное количество проблем, связанных также еще и с замедлением, и с различными всякими моментами глобальными в мире. Вот, но 2021 год, я считаю, действительно золотым временем. Cursed Souls тогда вышел, и вообще было все супер. Но давайте мы не будем смотреть назад, мы идем вперед, ведь далеко не уедешь, смотря в зеркало заднего вида. Axelbolt готовит анонс своей новой игры на ПК. Да, для многих, конечно, эта новость довольно интересна, и я вам сейчас объясню, что к чему. Помимо Standoff 2, у компании Axelbolt есть еще множество различных игр, которые студия разрабатывает. И я не говорю, что прямо сейчас все силы всех разработчиков именно направлены на новые игры. Ни в коем случае. Конечно же, основной костяк разработчиков занимается игрой Standoff 2. Но также еще студия попутно пытается в разные другие жанры, в разные другие проекты и в разные другие платформы. Ну, на что это и студия разработчиков. Студия разработчиков игр, что делает? Разрабатывает игры. Поэтому ждем много новых анонсов от студии Axelbolt. Российские приложения будут в айфонах. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает ограничивать установку RuStore на любом гаджете. Новость поистине действительно великолепная, потому что, опять же, у нас есть магазин приложений RuStore, где доступны все банки, где доступны множество приложений, которые были удалены из Google Play и App Store. И надо, конечно же, на смартфонах, которые возятся на территорию Российской Федерации, обязательно предустанавливать наш магазин приложений. Потому что, опять же, просто представьте, если, допустим, тот же Standoff 2 будет в RuStore, а RuStore будет на твоем айфоне. Не будет конкретных головников, можно будет все прямо в приложении оплачивать, все транзакции будут доступны. Плюсом еще будем не забывать, что банки, такие как Т-банк, Альфа-банк и множество других банков, будут также доступны для скачивания без танцев с бубном. Поэтому молодцы, законопроект поддерживаю. RuStore на все смартфоны. Но есть одно дно. Так как законопроект нам говорит о том, что предустанавливать RuStore обяжут именно тем производителям, которые возят свои смартфоны официально на территорию Российской Федерации, то что будет, допустим, с айфонами, которые в страну везены через параллельный импорт. Поживем, увидим, посмотрим. Не знаю. Ну реально вопрос. Есть параллельный импорт, есть другие серые схемы, темки различные. А как на эти смартфоны будет RuStore устанавливаться? Если, конечно, компания Apple не сделает так, что когда ты включаешь и активируешь смартфон на территории Российской Федерации, то он автоматически скачивает RuStore, кстати. То есть, грубо говоря, ты купил айфончик через Дубай, он тебе приехал в РФ, ты активируешь, допустим, российской сим-картой, и телефон понимает, что он русский, то устанавливается автоматический RuStore. Почему бы и нет, но как это будет на самом деле, конечно же, пока же время. А на этом все. Это были самые свежие, самые горячие, самые интересные новости прошедшей недели, поэтому не забывайте обязательно поддерживать эту новую рубрику лайком, подпиской на канал с колокольчиком, и пишите свои комментарии, что вы думаете о том, что у нас здесь сегодня происходило. Очень много горячих новостей, очень много интересного, поэтому держу вас в курсе событий. Еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok